Ола, амигос, на связи Матвей. Все мы знаем, что Fortnite достаточно динамичная игра и сильно зависит от FPS игрока. Но что делать игрокам в том случае, если они хотят круто играть в Fortnite, но при этом их возможности им не позволяют? Я не имею в виду банальную лень или плохую технику игры. Да, как вы могли понять по названию этого ролика, сегодня мы поговорим про то, как правильнее всего играть в Fortnite с низким FPS. Как-никак канал у нас тут по мобильному Fortnite, а данная проблема чаще всего преследует именно мобильных игроков. Так что в этом видео я вам сегодня собираюсь рассказать, как лучше всего играть в Fortnite, не важно в арену, в турниры, имея при этом всего лишь 30 FPS. Поподробнее расскажу про тактики и методы игры, которые вы можете использовать во время ротейта, ну или лейт игры, не важно на арене, турнире, имея при этом всего лишь 30 FPS. Так что если именно ты хочешь круто играть в Fortnite, но при этом имеешь всего лишь 30 FPS в игре, то точно попал по адресу. Присаживайся поудобнее, сейчас я тебе все расскажу. Пока мы не начали, хочу сделать небольшую заметку, что всему, что я скажу в этом видео, вы можете смело доверять. Я долгое время сам играл в Fortnite в 30 FPS и для сегодняшнего видео также опросил людей, которые до сих пор играют в Fortnite в 30 FPS, поговорил с ними по поводу игры в арену, в турниры и составил общую картину происходящего. Надеюсь, теперь у вас вопросов возникать не будет. Ну а перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный и самый лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег-авторомотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite, смело водите и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а если у вас нету вконтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд сервере, ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, давайте-ка я вам поподробнее расскажу, как лучше всего стоит играть в Fortnite, неважно, творку, арену, турниры, имея на своем девайсе всего лишь при этом 30 фпс. Сразу хочу сначала обратиться к людям, которые считают, что фпс не важен. Поверьте мне, фпс пипец как важен. Чем выше фпс, тем быстрее ваш отлик в игре. Даже если вы очень круто играете, но при этом имеете всего лишь 30 фпс, обыграть челика 1 на 1, у которого 120 фпс, у вас очень мало шансов. Поэтому я и записываю это видео. Надеюсь, вы меня поняли, ну а теперь первый совет, который я вам хочу сказать. Если у вас 30 фпс, никогда не прыгайте на хот-дроп локу, ну или вообще в любую локацию, где много народа. Тут есть две причины. Первая причина из-за того, что у вас 30 фпс, у вас слишком мало фпс остается в запасе. Если, допустим, в этой локации какого-нибудь челика, у которого 120 фпс начнет лагать, то проседы его будут максимум до 60. У вас же начнется дикое слайдшоу, из-за которого вы не сможете нормально играть. Ну а вторую причину я огласил еще в самом начале, что из-за низкого фпс у вас слишком медленный отклик в игре. Ну и из-за этого низкого отклика я вам крайне не рекомендую вступать в файты один на один. Будь то билд-файты или бокс-файты, потому что здесь без разницы вас по-любому переиграют, если у вашего противника выше фпс. Ну а в локации, где будет много народа, у вас 100% будет ситуация, что вам надо будет сразиться с челиком один на один. Да и вообще, из первого совета мы плавно переходим к совету под номером 2. А точнее, во время игры никогда не вступайте в битву один на один. Всегда старайтесь либо викеить противников, либо ловить их на снайпу. Потому что опять же, как я прежде говорил, если у вашего противника выше фпс, а скорее всего будет так, то переиграть у вас, даже если вы крутой игрок, шансов будет мало. Ну а так, пока этот игрок файтится с другим игроком, вы можете втихаря сбрить ему всю хп, ну или словить его на снайпу. Так что держитесь всегда подальше от своих противников. Так, ну думаю с определением локации и ротейтом в мид игре мы разобрались. Давайте поговорим про лейт игру. Думаю, это самая интересная часть, потому что чаще всего в лейт игре находится в маленькой зоне много человек одновременно. И вам 100% придется играть один на один против вашего врага. Так, начнем с просадок в фпс. В принципе, на первых дивизионах арены в лейт игре не так уж и много народа. Но мне попадаются такие отчаянные люди, которые даже в чемпионской лиге играют в 30 фпс. Ребят, вы, честно говоря, очень странные. Ладно, в общем, даже здесь есть решение. Насколько мы знаем, фпс начинает проседать, когда в одном маленьком месте находится много игроков. Ну а так как у нас всего 30 фпс и проседать им некуда, соответственно, у нас начнется дикое слайдшоу, из-за которого будет невозможно играть в эту игру. Так вот, вам совет, и здесь всегда пытайтесь быть подальше от игроков. Вы спросите меня, как? Да, просто берите хайграунд и все. Игроки будут бегать под вами, а вы будете сверху как раз таки отстреливать с эмки. Ну а дабы всегда контролировать хг в лейт игре, побольше берите с собой импульсных гранат и батутов. Даже я придумал свой собственный инвентарь. Берете, значит, сначала эмочку, потом дробовик, неважно какой, на ваше усмотрение. Далее берете импульски. Ну и в последние два стата вы можете впихнуть что-нибудь для пополнения щита и для пополнения хп, например, флопперов. Даже так вы сможете взять королевскую победу, не играя один на один против ласт игрока. Потому что попросту сберите ему все хп, когда вы будете на хг, а он будет внизу. Ну и последнее, что я вам могу сегодня посоветовать, так это привыкать к своим 30 фпс. Да-да, потому что когда ты играешь в 30 фпс, в принципе, это тебя особо не колышет и ты, как бы, не замечаешь никакой разницы. Но когда ты пробуешь играть в 60 фпс и потом обратно переходишь на 30, то тебе становится дико некомфортно. Ты отвык, так сказать, ты уже разбалован и 30 фпс для тебя очень мало. Поэтому ни в коем случае не привыкайте к 60 фпс. Обратно привыкнуть вам будет дико сложно. Да и вообще, я не понимаю, в чем проблема вам установить себе 60 фпс. Ладно, я понимаю, игроков на Nintendo Switch у них нет никаких других вариантов, но другие мобайл-ограки на телефонах и планшетах. На айфонах сейчас не поиграешь, так что 100% вы играете на андроиде. Ну а если ваш, неважно какой андроид, имеет оперативную память больше 4 гигабайт, то вы с легкостью можете установить себе 60, хоть 90, хоть 120 фпс по нашему способу. Да-да, он сейчас до сих пор актуальный, кто еще до сих пор играет 30 фпс на своем андроиде в фартнайт, смело чекайте это видео, подсказочка в правом верхнем углу. Также после этого видео про 60 фпс обязательно чекните видео про оптимизацию фартнайт на андроид, потому что да, установите вы 60 фпс, но надо сделать так, чтобы они были стабильные. А видео, которое сейчас вы видите у себя в подсказке в правом верхнем углу, собраны все актуальные способы стабилизировать фпс в фартнайте на вашем андроиде, неважно каком. Так что вы еще до сих пор здесь, обязательно переходите и чекайте способы. Ну а пока что на данный момент это у меня все. Обязательно пишите в комментариях, во сколько фпс играете именно вы, будет интересно узнать и на каком девайсе. Огромное спасибо за просмотр, если вы досмотрели это видео до этого момента, уверен оно вам 100% понравилось. Так что если вы до сих пор по каким-то причинам не поставили лайк, обязательно это исправьте, прям сейчас. Не забудьте отправить это видео своему другу, который до сих пор играет в фартнайт в 30 фпс. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго.